могут создать свою инициативную группу. Процесс создания инициативной группы очень прост. Вы, или тот, кто хочет сделать это, заходит на сайт политической партии «Самопомощь», палец «Самопомощь.ua», регистрирует анкету, после чего связывается на горячую линию и говорит о том, что у него есть желание пройти курсы «Самопомощь». Курсы «Самопомощь» проходят в Альбове. Это трехнерный курс, который включает в себя тематику идеологии «Самопомощь», планы ее развития. Как, скажем так, это учеба, где вас учат, как предварить свои общественно полезные идеи в жизнь, самостоятельно, в составе общественной организации, либо в составе самопомощи и всей своей общественной организации. На сегодня мы уже провели ряд тренингов для общественников совместно с известными, скажем так, мировыми брендами, которые, где мы пытались рассказать о том, как нужно взаимодействовать между собой, как проводить и объединять свои усилия для того, чтобы получать максимально эффективные результаты не для личного пиара, а для хорошего города, хорошей области, хорошей страны. После того, как вы пройдете курсы, после того, как вы интересованный человек пройдет курсы, у него есть возможность либо стать членом существующей команды, либо создать свою инициативную группу, подав документы на пятерых людей. После проверки документов на аутентичность, после проверки вашего бэкграунда, а именно результат вашей общественной деятельности, то есть какую-то историю борьбы, каких-то достижений, будет принято решение о возможности создания новой инициативной группы, а также либо вам посоветуют просто присоединиться к уже существующим. Что будет результатом этого всего? Ведь на самом деле может появиться, сейчас в данный момент это три инициативные группы, завтра это может быть пять, послезавтра десять, а в каком-то моменту и сто. Действительно, так может случиться, и задача наша, в принципе, не создание какого-то количества инициативных групп, таким образом увеличение нашего штата, а в эффективной работе. Критерии эффективности есть планирование нашей работы и высветление результатов. Если мы в действительности в дальнейшем будем проводить нашу работу, то инициативные группы сливаются между собой в представительство общественной организации. Так как общественная организация одна во всей Украине, то ее нету ОСРЭП, у нее есть представительство. На данный момент я являюсь главой Николаевского представительства, что удостоверяет копию статута общественного печати и доверенности, которая выбрана мне, организацию самообъединения, самополучие. В дальнейшем, после того, как наши усилия будут направлены и на какую-то общественную деятельность, и получение каких-то результатов, мы будем объединяться в одну команду. Объединяться в одну команду это своего рода внутрипартийная конкуренция, о которой многие люди говорят, но на самом деле ее не было еще до сих пор в Украине. То есть люди формируются в список, в команду не по принципу, кто больше балдели, или кто каким-то образом договорился, а по результатам работы. Самопомощь, идеология, на самом деле идеология самопомощи, она как раз и говорит о том, что не надо выпячивать самопомощь. Как видите, сидим сейчас мы перед вами, а самопомощь сзади нас, а не здесь спереди, а мы сзади ее. На самом деле, это основная идеология, что мы должны создавать персональные бренды, мы должны создавать наши действия, показывать работу, а граждане оценят эту работу, и лучшие люди, которые делают активную работу, которые показывают свою работу и результаты, не процесс, это работа, которая построена не на процесс, а на результат, и войдут в конечном итоге в ту команду, которая, возможно, пойдет на выбор. На этом я бы хотел остановиться и немножко передать слово другим представителям, инициативной группе, второй инициативной группе, чтобы мы осветили немножко нашу деятельность.